особенно наболевших, наверное, вопросом, что такое быть собой, как быть собой. И не всех это, наверное, даже устраивает. Я бы, наверное, так даже сказала. Потому что как бы странно ни казалось, когда мы говорим, что мы такие все осознанные, мы ответственные, мы понимаем, что мы делаем, как мы делаем. Но по факту получается, ребята, что не так. Получается так, что мы делаем то, что нам на данный момент удобно. Мы делаем с теми, когда нам это удобно. И в тех ракурсах, в тех апостасиях, когда для нас это приемлемо, для нас это удобно. Потому что это бывает сейчас все чаще и чаще. И на сегодняшний день я могу сказать, что просто сегодняшнюю ситуацию возьмем. Я не успела приехать домой. Я ездила, каталась на велосипеде. Когда я катаюсь на велосипеде, я с собой телефоны не беру. Я покаталась на велосипеде, там поделала какие-то дела. Приехала домой и открываю телефон. И я у пяти человек, у пяти, оказалась виноватой по каким-либо причинам. Кто-то неправильно воспринял ситуацию. Кто-то обиделся на меня, потому что я ее или его не поддержала. Видимо, должна была. Кто-то на меня разозлился, потому что я сказала какое-то слово, которое для него на сегодняшний день было неудобным. И таких ситуаций бывает очень много. И вот я говорю, что сегодня за пару часов я у пяти человек стала виноватой. Но здесь же дело-то ведь совсем, ребят, не во мне. Дело именно в вас. Насколько вы готовы взять ответственность за свою жизнь? Насколько вы готовы взять ответственность за самого себя? Насколько вы готовы взять ответственность за те обстоятельства, которые происходят в вашем мире? И почему сегодня именно такая тема, быть собой неприлично, она же не просто так появилась, да, эта тема, мы о ней, наверное, много уже раз говорили, но, возможно, не в таком контексте, как бы хотелось сейчас сказать. У нас очень многие, на сегодняшний день очень много, достаточно много из моего круга общения. Круг общения — это все вы, с кем я общаюсь, с кем я веду эфир, кто мне пишет, какие-то вопросы задаёт, рассказывает свои какие-то жизненные ситуации в личку, в личные сообщения. И это именно то, что, когда мы говорим, что вот я хочу быть самим собой, я хочу прийти к самому себе, я хочу быть таким-то и таким-то. Но как только вы начинаете к этому подходить, чем ближе вы начинаете подходить к самому себе, тем больше вас начинает колбасить, тем больше вас начинает болтать из стороны в сторону. А когда вас начинает болтать из стороны в сторону, вы в эти моменты ничего вокруг не видите. Вам всегда проще обидеться, вам всегда проще сказать, что вот он не додал, не досказал, не допонял, не поддержал. Но всё время мы перекидываем на кого-то ответственность. И когда я говорю «неприлично быть самим собой», это как раз про то, что мы сами себе начинаем нравиться, когда мы хорошие. Мы сами себе начинаем нравиться, когда вот мы в таком дзене, да, мы вот спокойные, у нас всё хорошо, к нам ходят люди, и мы можем им о чём-то рассказать. Потому что рассказывальщиков у нас на сегодняшний день предостаточно. И когда вот мы такие, когда вот мы себя вот ощущаем, вот в этом вот как многие любят говорить, я в потоке. Что такое в потоке, никто сказать не может, но вот я в потоке. И мне сегодня, кстати, попалось видео на Ютубе, я его не смотрела, просто в ленте на Ютубе, что такое быть в потоке, как нужно правильно встать. Ребят, вы серьёзно? Это настолько уже доходит до какого-то маразма, то есть доходит до такого, что мы готовы смотреть такие ролики, не потому что даже нам это интересно, а потому что «а вдруг». И вот это вот «а вдруг» — это всегда проскакивает только в тот момент, когда мы не готовы взять ответственность за себя, на самого себя. И это один из важнейших критериев, потому что как только мы, нас начинают не воспринимать, как только нас начинают, как только мы начинаем подходить к самому себе, мы становимся очень неудобными для окружающих. Прямо от слова «совсем». То есть если нас окружающие привыкли, нас и всё своё окружение привыкли видеть нас таких ласковых, пушистых, ну да, где-то вот мы там можем спалить, где-то мы можем что-то сказать не то. Но мы всегда пытаемся выровнять эту ситуацию даже во вред себе, просто чтобы быть хорошим, просто чтобы дальше казаться другом, чтобы дальше казаться тем человеком, на которого всегда можно положиться. То есть на себя мы положиться не можем, а на другого как бы, ну вот другому мы показываем, что я, да, я вот такой верный, преданный, честный, на меня ты можешь положиться. И когда мы становимся вот таким вот и идём к самому себе, когда мы становимся быть неудобными, мы становимся не только неудобными, мы становимся неприличными для общества, мы не такие. Это то же самое, что у меня была ситуация, один из рабочих моментов, да, где один человек, не предупредив второго, сделал определённые вещи, которые шли в разногласия, то есть они были и со стороны одного, и со стороны другого, они были не совсем корректны, то есть там, я не скажу, что там кто-то был виноват, оба недоработали какие-то определённые моменты. И когда я обоим сказала, что как бы это только между вами, эта ситуация сложилась между вами, потому что вы должны как-то её проработать для самого себя. И что вы думаете? Конечно, я осталась виноватой, то есть я не поддержала, я не поняла, я не дала свою, ту поддержку, которую от меня ожидали с обоих сторон. Не каждый начал прорабатывать себя, а каждый начал обижаться на меня, даже не на друг друга, потому что они уже для друг друга стали врагами. А я стала тем звеном, который не смог их, видимо, воссоединить. И у нас же в жизни всё время так происходит. Вы заметьте, когда мы начинаем с кем-то подтягивать самого себя, нам это не всегда удобно, потому что если мы оплошаемся, то это будет точно либо я, либо он, 50 на 50. Если мы в свой круг познания самого себя, чем больше мы людей втягиваем, тем комфортнее нам, потому что мы можем на каждого что-то разбить. И если нас кто-то не поддержит, всё, он не в нашем лагере. И вот я как раз говорю про это, когда вы не том, что не можете вернуться к себе, потому что вы с собой не можете совладать, вы даже не можете по-честному посмотреть на другого человека и сказать ему, что да, я действительно согласен, что ты имеешь своё мнение. Я действительно согласен с тем, что у тебя может вообще твоё мировоззрение никак не совпадать с моим. Но мы даже это позволить не можем своим самым близким людям. А почему мы не можем позволить? Потому что как только мы начнём позволять это, это говорит о том, что что бы с нами ни случилось, нам нужно брать ответственность на самого себя. «Друзья, привет из Майами, привет! Слава, привет! Круто тебя видеть!» И мы настолько готовы друг друга занижать, не потому что он плохой, и даже не потому что мы это понимаем. Мы всегда понимаем, что мы делаем. Хотим мы себе в этом признаться или нет, это уже другой момент. Но мы всегда начинаем принижать другого человека, чтобы на него, который упал, мы могли встать и быть выше. Только в этом смысле. Мы не готовы уважать друг друга вообще ни в чём. Вы посмотрите, как мы ведём себя по отношению к абсолютно практически ко всем людям. Если нам кто-то сказал, что вот эта его услуга, неважно, сделана она руками, либо сделана она мозгами, стоит определённую энергию, которая у нас выражается в денежном эквиваленте, да? Что мы всё время хотим? Мы хотим обесценить его знания, мы хотим обесценить его труд. Причём это в 99%. Мы всё время считаем, что он назначил цену дорожную. Мы всё время хотим какие-то скидки. Но мы не хотим, чтобы у нас этих скидок просили. То есть неважно, сколько у нас денег на самом деле. Это вообще абсолютно не имеет никакого отношения, сколько у нас денег. Потому что мы всегда заняты, сколько у него денег. Мы всегда заняты не своим саморазвитием, потому что это больно. Мы всегда заняты чем-то. Нам всё время нужно отвлекаться на кого-то. И то же самое я, когда я начинаю вести эфиры, я же их начинаю вести, чтобы раскрыть какую-то тему, которую меня просят, со стороны моего мировоззрения, со стороны моей интерпретации. Она абсолютно без осуждения, без суждения. Она просто такая, какая есть, просто поднята из глубины меня. Но посмотрите, практически под каждым роликом всё время что-то пишут. То у меня щёки не те, то у меня нос не тот, то у меня что-то с губами, то что-то с глазами, то ещё с чем-то. Я на первые ролики как бы отвечала, «Ребят, вы не смотрите на это, это свет, я не умею свет выставлять». Вот тени падают, бывают синяки под глазами. Бывает, что я какая-то чёрная, тёмная, светлая, красная, синяя, неважно. А потом я поняла, что это бесполезно. Человеку не нужна та информация, которую я даю. Он хочет всегда найти во мне какой-нибудь изъян. А почему во мне ищут изъян? Потому что они чувствуют, что я говорю то, что они не готовы принять. И чтобы это не принять, начинают во мне искать какой-то недостаток. Как только они найдут там, о, нос огромный, что-то она с губами сделала. Какие-то, вот вчера были не такие, а сегодня какие-то пухлые. Наверное, наколола. Всё. Они уже понимают, что если она вот это вот сделала, значит, я могу ей не верить. Значит, та информация, которая во мне там что-то… Я могу её не воспринять. Всё. Он себе галочку поставил. И это в каждом в нас, когда мы начинаем, когда у нас идёт сопротивление, неважно, что высказывание кого-то, внешность кого-то, его образа жизни, цвета волос, цвета кожи, цвета одежды, там ещё что-то. Это всегда говорит о том, что нужно всегда посмотреть, почему у тебя идёт это непринятие, почему у тебя сработал вот этот вот механизм, которого ты хоть за что-то можешь зацепиться, чтобы оттолкнуть его. Мы всегда начинаем отталкивать. И только когда вы чувствуете свою силу, только когда вы чувствуете, что вы начинаете наполняться самим собой, только в этом смысле у вас идёт принятие вашего мира. Ведь все те, кто вам что-то говорит, что-то делает и контактирует с вами тем или иным образом, это все люди в вашем мире. И если вы не воспринимаете этот мир, значит, вы не наполнены, значит, вас где-то это цепляет. Вы готовы вот этот вот пазл, вот эту вот дырочку заполнить вот этим вот своим непринятием, хоть чем-то её заполнить, чтобы она не была дырой. Как только вы наполняетесь, вам не нужно ничего заполнять, вы в принятии. Вы в принятии, и вам хорошо от того, что есть вокруг вас такие люди, которые, да, делают вот такие-то вещи. И вам даже иногда бывает, ну, иногда вам бывает даже достаточно комфортно наблюдать за тем или иным поведением. И когда вы начинаете открываться, когда вы начинаете быть самим собой, вот истинно быть самим собой, вот в таком-то вы виде, в таком вы виде, так вы говорите, так вы рассуждаете, потому что это вы есть. И как только вы начинаете быть таким, для первого круга в какой-то момент вы становитесь неудобным, вы становитесь неприличным, вы становитесь тем, от которого хочется отшатнуться, другим людям, которые находятся не на ваших вибрациях, не на ваших волнах. И как только вы начинаете это просто принимать, вы просто их отпускаете, не надо цепляться ни за чего, ни за кого, никогда, потому что это ничего же не даст. Вы уже проверяли все и неоднократно. И только после этого, когда у вас вот эта вот вся шелуха отпадёт, вокруг вас будет следующий ваш мир. Он будет непостоянный. Нет ничего постоянного. Не будет такое, что всё, вот там, любовь или дружба на всю жизнь, и умирём мы в один день. Ребят, всё течёт, всё изменяется. Эта фраза, она настолько реальна, она настолько красива, если вы её прочувствуете. Вы же хотите меняться. Вам хочется куда-то расти, вам хочется самосовершенствоваться. Почему вы не позволяете вашему миру сделать то же самое? Почему вы хотите, чтобы выросли, самосовершенствовались, а вокруг вас люди, неважно, кто это, оставались всегда с вами, на вашей волне, на ваших вибрациях, на вашей ступеньке, в вашем мире? Позвольте им быть в своём мире. Позвольте им идти своими вибрациями. И чем больше вы начнёте отпускать, чем больше вы начнёте доверять всему окружению, тем больше вы почувствуете это доверие и поддержку мира. И вам будет проще и легче идти. Вам будет идти с интересом, с удовольствием, и вы будете наслаждаться тем процессом, который вы будете наблюдать. Вы не будете гнаться за каким-то мифическим результатом, который вы придумали, потому что результаты его никогда не существуют. Результат можно получить, который вы запланировали, только в том случае, если вы остановитесь. Потому что вот вы здесь сейчас, вы придумали себе вот этот результат, который хотите. И вы его получите, вот этот результат, который хотите, вы его получите, если вы будете оставаться таким же человеком. Вот вы идёте просто горизонтально. Вы его получите. Для вас он будет так же ценен, этот результат, как здесь. Но как только вы поймёте, что вы хотите идти дальше, развиваться, познавать и просто получать удовольствие и с огромной благостью отдавать, то, что у вас накопилось, то, что вы готовы поделиться, вы поймёте, что вот этого вот фиксированного, фиксированной цели её не может быть. Потому что то, что для вас ценно здесь, вот здесь вот для вас, это уже не будет ценно. Но сам путь, он будет великолепен. Это и будет ваша цель, ваш целостный путь. Вот что такое цель, целостный путь к самому себе. И только здесь вы будете получать результат. Ой, так, тут про маски. Про маски, ребят, я, наверное, не буду говорить, потому что, ну, что скажешь о ношении масок и их требует одевать на кассах. Ну, вы знаете, вообще я как бы трогала маску. Она очень лёгкая, она невесомая. Если для кого-то это важно, то есть это же не кассир сделал это. Вот она сидит просто на кассе, она зарабатывает те деньги, чтобы накормить свою семью. Не какими-то деликатесами. Что там у нас кассиры зарабатывают? Всего лишь копейки. И мало того, что ей нужно с самого утра прийти в этот магазин, на эту кассу. Они работают. Вот я смотрю, мы ходим с детьми в магазин. Я смотрю, у меня такое ощущение, что они вообще не отдыхают. Если у них есть один выходной в неделю, то, наверное, это уже клёво. Вот они постоянно, они как с утра пришли, они начинают разбирать этот товар. Потом товар приходит. На кассе возмущаются. Где у вас ещё продавцы? Они бедные, уже они настолько замучены, их все тыркают. Их начальство тыркает, потому что начальство тыркает начальство. Их тыркают покупатели. А покажите мне, вот здесь вот у вас ценника нет, этот устарел, этот выпал, а здесь у вас что? А тот во что? Они должны туда побежать. Они должны прийти, они пришли на кассу. На кассе у них эти камеры стоят, которые им постоянно говорят, что они должны с вас просить. Мы сейчас не говорим о законодательстве, мы даже не говорим о каких-то мельчайших подзаконных актах и об их подписантах, кто это вообще имел право делать. Мы просто говорим на человеческом языке. Ей так сказали. И потом у неё посмотрят, вот это начальство скажет, что у тебя что все без маски? Вот тебе держи. И всё. Если вам, если она просит кассирша, ей просто это сказали. Ну, оденьте вы эту маску. Они сейчас нарезаны, есть эти маски. Оденьте, блин, на одно ухо. Но не делайте проблему из того, где её нет. Просто. Поэтому я как-то к этому отношусь абсолютно спокойно. И я уже, наверное, рассказывала, что мы как-то с сыном зашли в магнит-косметик. Он у меня любит эти бомбочки водяные. Зашли, и там стоит девочка, ну, молоденькая, хрупкая, маленькая. И стоит здоровый мужик, лет под 50, он огромный такой. И вот он стоит, весь пыхтит над ней, говорит, я не буду одевать маску. Она говорит, я вас не могу пустить. Он говорит, ну, как это вы меня не можете? Покажите мне закон. Это не закон. Какой закон? Ей сказали. Всё, её с вашим законом завтра уже выкнут. И ей где в маленьком городе искать работу? Ещё непонятно, что там у неё будет. И мы взяли эту маску, я надела её на одно ухо, детей не заставляют маски одевать. Мы прошли, купили эту бомбочку, походили по магазину, посмотрели. Прошло, наверное, минут 30, и вот он уже стоит, у него уже пена изо рта идёт. Она стоит, уже вся бедная позеленела, она не знает, что ему, что сделать. Она говорит, ну, у меня здесь, она как бы хочет уже по-хорошему, но уже у неё такое состояние, что она уже всё. И вот он стоит, ей доказывают, вот чтобы что. Вот он сам себе давление поднял, вот он стоит, у него уже желчь из ушей брыжет. Она стоит бедная, ей уже ничего не хочется, ей уже не хочется никого консультировать, ей просто хочется домой, и чтобы дома желательно её тоже никто не дёргал, никто не тыркал, и чтобы не было такого, а что, ты что, завтра опять пойдёшь на эту работу? Увольняйся. Потому что у нас же тоже много таких увольнителей, мы же, наверное, тоже многие встречались с этим. Поэтому, ребят, если вы видите, что на сегодняшний день, как бы если вам, конечно же, вы придёте в кремы, и вам там скажут, оденьте маску, и вот там вот вы можете начать качать свои права. Но когда мы начинаем качать права там, где их в принципе изначально нет, чтобы просто, чтобы что? Ну, давайте как-то будем более лояльны друг к другу. Ну, хотят они эти маски, ну, оденьте вы на это одно ухо, не надо из себя корчить. Или вот то, что вот я в чатах видела, ой, я вот на автономии хожу, меня никто маски не заставляет одеть. Ребят, это не про автономию, это просто про маски. Зачем вы всё пихаете в одну кучу? Ну, это же не сложно. Автономия – это про любовь, про, безусловно, любовь к самому себе, к себе как к миру, к миру как к себе. Это только лишь про это, ни в коем случае не про то, как мы будем сейчас менять конституционный строй. Добрый вечер. Александр Сергеевич, вам уже нужно, наверное, самому связаться и всё это самому рассказать. Ребят, если есть вопросы, задавайте, я с удовольствием отвечу. Вот, един… Да, кто-то руку поднял. Светлана, здравствуй. Здравствуйте. Восторгаюсь тобой, Яна Ты. Меня Олеся зовут. Скажи, автономия, она же может быть и про волшебство того, что сразу никто не трогает масками и про любовь одновременно? Автономия, она… Вы поймите, когда вы идёте уже вот в автономию, как в принятие себя, в любовь себя и отдачу этой любви с огромным удовольствием, то для вас такие вещи, они… Вы их не будете заключать. Границы все стираются. Вот это сразу же оно отпадает моментально. То есть вот эти вот мелочи, на которые мы делаем акцент, мы же делаем акцент на эти мелочи от нашей неудовлетворённости с собой и от нашей неудовлетворённости с семьёв. Не знаю, у меня такого нет. Неудовлетворённость, неудовлетворённость, я под другим фокусом смотрю. У меня ещё такой вопрос. Вот я знаю, что такое быть в потоке. Вот, сказала так, что типа непонятно, что такое быть в потоке, что это, про что это. Я могу точно, осознанно объяснить, что в потоке — это когда я говорю от себя, от я, из своего опыта и из своего опыта, который наполняет других именно вот этой любовью, светом и позитивом и в первую очередь моим опытом. От лица я, когда я не говорю «мы» и «ты». Вот это я в состоянии потока, потому что я в состоянии себя нахожусь. Вот. И поэтому оттуда у меня вопрос. Почему сейчас так часто тебя винят? Ну, по крайней мере, сегодняшнее выступление впервые слышу, что очень много высказываний по поводу непонятия, непринятия и того, что винят, типа высказывают, какие-то такие неприемлемые вещи говорят. Почему так? Да, я поняла вопрос. Ну, во-первых, я сейчас быстренько скажу, что для меня быть в потоке — это не про мой опыт. Про мой опыт — это, наверное, когда мы рассказываем про свой опыт, это всё-таки из головы у нас больше идёт, чем про через сердце. Потому что для меня быть в потоке — это говорит ту информацию, в которой она просто говорится. Я её не обязательно проживаю, я её не обязательно знаю, я могу её сказать и тут же забыть. Но эта информация нужна именно тому человеку. А второй момент. Я же говорю не про принятие меня, я же говорю не про осуждение меня, я говорю про то, что как люди видят и за что они цепляются, чтобы не принять себя. Просто я привела это чисто на своём опыте, поставила в центр вот этого объяснения себя. Это не про то, что меня не принимают. Меня невозможно принять или не принять. Точно так же, как и тебя и каждого из нас. Невозможно только себя принять или не принять. Мы не можем других ничего с ними сделать. Это всё миф, когда мы говорим, что я не принимаю его, я не принимаю её. Позицию, действие, неважно. Откуда ты знаешь, что нужно другому человеку? Я, например, знаю, что я только могу поделиться своим опытом. Когда меня спрашивает другой человек о чём-то, я ему говорю о том, о чём он у меня спросил. Я никогда не лезу туда, куда меня не просят. Вообще никогда. Кто меня знает, они могут это точно подтвердить. То есть если меня человек спрашивает, вот у меня, например, такое-то заболевание. К примеру, у меня есть такое-то заболевание. Что мне с этим делать? Я ему рассказываю, но это не говорит о том, что я этим заболеванием болела. Это говорит о том, что в нём есть тот ответ, который я ему могу транслировать через себя. И всё. Но я уверена, что именно эти люди и не винят. Люди не могут никого винить, кроме самого себя. Я ещё раз говорю, что мы всегда... Я же говорю, почему... Вот эти эфиры у нас же идут для того, чтобы мы каждый для самого себя нащупали ту ступенечку вот в этой темноте, на которую мы можем дальше шагнуть, чтобы быть ещё благостней. Давайте так назовём, потому что каждый придирается к словам, которым хочется придраться. И давайте вот я и так аккуратно скажу, чтобы каждый просто прощупал в темноте ту ступеньку. Вот для этого эфиры. Не для того, чтобы показать, ах, смотри какой ты, смотри, где ты там сделал какую-то оплошность. Нет. Для того, чтобы ты прочувствовал, а, так, подожди, а здесь вот у меня такое же было, а почему это? А если я ещё разъясню, если он поймёт мои разъяснения, то это будет классно. Я же только для этого это делаю. Именно для того, чтобы мы все начинали двигаться. Потому что только через движение мы можем познать всё остальное. В том числе через движение самого себя. План, если тебя не замучила, но такой ещё вопрос, наверное. Ну, смотри, ну, у всех же головы разные, так? Угу. И каждый из своего видения желает добра другому. Не всегда это добро, оно доброе. А вот когда я делюсь своим опытом, это искреннее проживание как раз через сердце. Потому что по-другому, как я могу относиться к тому, что я проживала, это даже бессознательно, это просто прописано в теле, во всём. Вот тогда те, кому нужно, берут ключи из того, что я прожила. Да, но вот смотри, ты же только что сказала, мы никогда не можем залезть в голову другому, как ты даёшь им такие советы, если ты не знаешь, чего он хочет. Это же касается и про добро. И когда мы говорим, что я хочу причинить кому-то добро, это ерунда. Мы всегда, мы можем себя обманывать сколько угодно и можем даже не принимать эту информацию. Но мы не можем другому дать добро, то, которым не наполнены мы. А если мы наполнены добром, то мы его не можем отдать, мы только можем рядом с собой наполнить этого человека. Ну, не обязательно физически рядом, да? То есть мы же можем точно так же пообщаться и через какие-то там экраны, гаджеты и всё на свете. Вопрос был не про добро. Не в добро, это просто... Ты говоришь про опыт. Я говорю о том, что работает. О том, как воспринимают люди. Вот смотри, ты сегодня сказала вроде много фраз, совершенно наносящихся ко мне. Например, почему вас винят? Мы к вам больше, чем я. Вы не можете с собой совладать. Мы не можем позволить. Вы и мы, вы и мы, вы и мы. И вот много таких вещей. И в один момент это ко мне не относится. Но у меня началось потихоньку такое негативное, да, такое лёгкое наблюдение за собой. Я буду слушать тебя, и ты будешь говорить, я не могу с собой совладать, я не могу себе позволить, я отношусь там вот так-то, я особенно прожила вот это и вот так-то и чувствовала вот это, я видела и работала у меня вот так-то. Это опыт, это не домыслы. Да, но я же не всегда говорю про опыт свой. Я поэтому говорю, что не всегда то, что я говорю, было моим опытом. А то, что я говорю я, мы, вы, это по-честному. Я не пишу кому-то и говорю, что ты меня не понял. Я же пошутила. Я же говорю, что мне написали. И это правда, это по-честному. И человек, люди, которые вот посмотрят этот эфир, они прекрасно поймут, про кого я говорила. И тогда они начнут интерпретировать, а насколько им это было удобно. И то же самое, то, что ты сейчас мне принимаешь, ты говоришь, я начинаю примерять на себя, я начинаю от этого, у меня пошёл негатив. Это же тоже твой негатив, это же не мой негатив. Я не сказала, что у меня пошёл негатив, что я стала примерять. Я просто говорю о том, что если очень часто, ну, по ощущениям, ты, вы, не от слова я, и продолжение фраз, восприятие не такое, как если постоянно человек только говорит от я. особенно если используются образы непозитивные, назовём их так. Одно дело, если ты там классный, мы классные, пятое, десятое, ну, как-то ещё, ну, пойдёт, даже если они классные, ну, ладно, я проглочу. Другое дело, обратные образы. Но это не важно, дело не в этом. Дело в том, что, в принципе, я уже сказала, что проживание через сердце, это то, о чём мы говорили, и деление именно от лица я, и всё говорение от лица я, это действительно то, что имеет силу. И то, что делает опыт... Я поняла, Олесь, да, но я же как раз и говорю... Тым ключом, который работает. Хорошо, я поняла. Смотри, я же как раз и говорю про то, что мы же... Вот я и говорю про то, что мы все любим на позитиве. Ты говоришь, вот если бы ты это говорила с позитивом, мы любим, когда нас гладят по-шёрстке, мы любим, когда нам говорят, что ты такой... И через классного мы можем воспринять какую-то критику. Но я сейчас совсем не о критике говорю. Я никогда не говорю, что это хорошо, а это плохо. Я просто говорю, что это факт. У меня нет разделения на хорошо или плохо. И как только у человека отваливается разделение на хорошо и на плохо, он начинает воспринимать ту же самую ситуацию по-иному, по-другому, не хуже и не лучше, по-другому. А когда мы начинаем, вот это бы через позитив, а здесь ты сказала через негатив, это в твоём мире есть этот позитив и негатив, но я его не имела в виду, потому что в моём мире это просто факт. Я не разделяю на хорошо или плохо. И вот именно про это я и говорю, что мы не можем подобраться к самому себе и не сможем, пока у нас будет хорошо и плохо, я не могу подобраться к самому себе. Смотри, ты говоришь, мы не можем подобраться к себе. Мы, вот сейчас мы, допустим, это ты и я, правильно? Ну я-то могу подобраться к себе. Мы же это всеми разговариваем. Ну я-то слушаю тебя, я же доверяю тебе, я уважаю, люблю, слушаю тебя. Как мой мозг должен настроиться? Так, чтобы... Так, тут я её не слушаю, это ко мне не относится, тут я её слушаю, это ко мне не относится. А мы всегда примеряем всё на себя. Без этого никуда не деться. Я почему говорю мы? Потому что я же тоже проходила эти этапы. Я проходила эти этапы и прохожу, только эти этапы начинают они быть более глубокими, и всё. Это те же самые проходы, просто нужно понимать, как, то есть когда начинает отваливаться хорошо и плохо, тут я слушаю, тут не слушаю, тогда уже начинает. Тут я слушаю, тут не слушаю, это тоже про хорошо и плохо. Смотри, это я тебя прекрасно понимаю. Вот смотри, опять же, вот эта фраза. Мы не понимаем себя, да, или какую мы сейчас фразу? Вот я-то себя понимаю, как мне к этому относиться, как мне относиться к этой фразе. Вот я полностью открыла тебе... Анна Тицца, я открываю полностью своё сердце, я полностью открываю тебе свой разум, всю себя, я тебе доверяю. Ты говоришь, мы не можем открываться, у меня чик, и внутри закрылась. Как мне это реагировать? Ну, во-первых, как тебе реагировать, это ты всё-таки, опять же, про ответственность к самому себе. Когда мы начинаем спрашивать кого-то, как мне на это реагировать, то есть ты же хочешь, чтобы я тебе сказала, как мне это реагировать. Нет, я не хочу, чтобы ты мне сказала, как, в смысле, моё тело моментально реагирует, да? А ну как? Ну хорошо, я тебе скажу. Мы с тобой, ну, дебилки. Ты такая, ну да, там, да? Или как? Или ты начнёшь вот там копаться. Ну это очень грубое выражение, да? Там слишком. Смысл в том, что если я говорю от своего опыта, я не позволяю, я говорю, я дебилка, да? И ты такая, слушай, а я такое же сотворила, блин, ну я тоже ха-ха там, да? Такая же дура, да? Или, ну блин, молодец, девчонка, да? Вот этот анализ пошёл там, там, или не молодец, там, или посмеялась, ещё что-то. Но если идёт обобщение в какой-то штуке мы, я тебя слушаю, почему я должна разделять, а не слушать именно то, что ты проживала? Почему я должна свои мысли ставить сопротив твоих? А нас этих, вот этих мысльщиков, миллионы, мы все, вот у нас же мозги собери в кучу, там очень мало кто находит общий язык, там, ну в плане там всего, ну неважно, в смысле, ну сама фишка, что мозг, он так настроен для того, чтобы там разговаривать, сопротивляться, выстраивать какое-то за, против, общее и так далее. но душа-то, душа там, вот это тонкое, вот это вот наше доверие, вот эта любовь, о которой ты говоришь, она выстроена на некотором расслаблении, на некоторой мощи, мощи доверия даже, можно так сказать. Это вот такое, когда я полностью расслаблена телом, я доверяю человеку. А почему я доверяю? Потому что мне приятно его слушать, потому что он рассказывает мне классную историю, классную историю, как было в детстве, которая не касается меня. И если я слышу точки соприкосновения себя с историей этого человека, то у меня начинают внутри меня рождаться какие-то ключи. То есть у меня начинает мыть и работать, блин, точно, а у меня вот так вот было, но я еще могу вот так, или я бы поступил по-другому. Это опять же из души к мозгам, если о мозгах говорить. Ну, а ты опять же, видишь, ты хочешь себя поставить в центр внимания. Ты не готова воспринять, что бы ты ни сказала, вот начался разговор, да, что там мы дебилки, потом я дебилка, ты дебилка, вот неважно что. Как бы ты ни сказала, если я это говорю, тебя цепляет. Я, мы, они. Если ты мне это скажешь, в моем мире это меня не зацепит, то есть я просто принимаю, что в твоем мире есть мы дебилки. И это нехорошо и неплохо, это просто есть в твоем мире. Готова я принять твой мир или не готова, это уже другой вопрос. И когда мы начинаем, говорит, вот это нужно разделить, вот это через сердце идет, это через ум идет, это через опыт идет. Мы все время пытаемся разделить. Подожди, сейчас закончу. Мы все время пытаемся разделить. И вот в этом вот наша беда, наша беда, да, потому что я много людей вижу, мне очень редко встречаются тех людей, которые идут на единение. Мы все время пытаемся разделить голову от тела. То есть психика, тело не хочет есть, психика хочет. Мы все время идем на какую-то дележку. И здесь мы точно так же хотим разделить. «Я» — это «я», «он» — это «он», «мы» — это что такое вообще, почему я должна тут слушать, тут не слушать. То есть мы каждый хотим, чтобы нас индивидуализировали, чтобы если рассказывали, то только мне, и чтобы обязательно с моим телом это резонировало, и чтобы все было так гладко и пушисто, как хотела бы я. А вот здесь вот эта вот фраза, она меня сразу же отторгает, ее здесь не должно быть. Это в твоем мире не должно быть. И когда ты будешь проводить какой-то эфир, я приму его абсолютно, потому что ты высказываешь это через себя. То, что я сейчас говорю, я высказываю это через себя, через призму своего мира ощущения. И если я объединяю «мы», это говорит о том, что я объединяю «мы» — это себя, когда я проживала и проживаю какой-то определенный опыт, и тех людей, которые находятся в моем мире. Потому что в моем мире люди проживают такой же опыт. И он не хороший и не плохой, он просто есть. И я не могу и не хочу, и не вижу смысла подстраиваться под каждого, чтобы каждый начал чувствовать в моем эфире, то есть в моем эфире, я это говорю, когда я веду эфир, вот в этом эфире, чтобы каждый начал себя чувствовать гармонично и открываться. Если он закрывается на каких-то моих словах, значит, ему нужно понять, почему он закрывается, не мне, не я должна понять, почему он закрывается на моих словах. А вот когда я слушаю чьи-то другие эфиры, и я начинаю закрываться на определенных этапах, на определенных фразах, на определенных высказываниях, это и говорит, что не то, что спикер что-то там не додал, сказал не ту фразу, сделал не то, какое-то восклицание. Это говорит о том, что я беру ответственность полностью на себя, своего восприятия, и начинаю в себе прорабатывать. А почему меня это зацепило? А что он сказал? А что я не готова на себя примерить? А почему я здесь хочу разъединиться, а здесь мне хорошо, и я хочу соединиться? Но нам неудобно это делать. И именно поэтому я говорю, мы неудобны во всех смыслах, когда мы идем к самому себе, даже самому себе, мы становимся неудобными. Это постоянно нужно возвращаться к самому себе. Мы же для себя даже смотреть со стороны не можем. Нам это тяжело чаще всего. Да, я полностью тебя принимаю. У меня вообще затыков нет по поводу, там, что ты сказала, мы негатива. Это я просто поделилась своим личным опытом, как работает. А вопрос такой, а как нам пойти на единство? На единство в первую очередь начать с самого себя. В первую очередь нужно единение самого себя. Дух, душа, тело. То есть мы не должны отделять, но я вот по себе скажу, как мне проще идти к единению себя и к единению того пространства, которое находится вокруг меня. Я не стараюсь отъединить себя от головы. Я не стараюсь отъединить себя от мысли, как у нас очень многие. Я не вовлекаюсь в мысли. Это да, это есть у меня. Я пришла к этому восприятию себя. Но это не говорит о том, что я хочу отделиться. Вот когда мы начинаем с самого себя, вот в это вот единство, когда мы не начинаем ругать свою голову, что там, ух, я начала есть, моя психика опять не сдержалась, тело не хотело, а голова начала. Либо там еще что-то. Начинать нужно с таких вот мелочей. И когда мы начнем себя цельным чувствовать, идти на чувствование и самого себя, то тогда... Целение чувств. Ага, еще что? Что? Не разрушила. Целение об объединении, вот первую фразу я услышала. Целение себя, целение чувств. Что еще? Хотя бы с этого нужно начать. Не, 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 не. Все я слышала. Сейчас первое было. Целение. Еще что? Вот с этого нужно начать, а потом уже другие вопросы отвалятся. Ты права, я согласна с тобой полностью. Отвечу на вопросы у Александра Феклиста, Светочка, мы тебя любим. Сашенька, я тебя тоже обожаю. Ты прямо... Ты свет для меня. Людмила, Светочка, подскажи, пожалуйста, как принимать сену? Надо ли добавлять мяту, так как очень плохо себя после нее чувствую, даже потеряла сознание. Ребят, я про сену вообще как бы никогда не говорила, я говорила про полынь, потому что сена, она настолько... Она действует на нашу перистатику так, что у некоторых срабатывает иной эффект, и да, им действительно бывает очень тяжело. Это то же самое, что когда кто-то... Бывает, что клизму делают достаточно теплой, то есть теплее, чем готов воспринять их организм, то тоже можно от очень теплой клизмы потерять сознание. И от сены точно так же. Поэтому я сену особенно никому не рекомендую. Был личный опыт или откуда такие знания? Личный опыт моих ребят, да. Которые со мной проходили и которые исцелялись от каких-то заболеваний. Есть такая практика. Просто, может быть, кто-то не знает, может быть, кто-то видит, что там на экраны вышло год назад, значит, кто-то назад нам начинает рассказывать. Ребят, у меня вообще вот... Психология, психоанализ, психосоматика. Более 20 лет я консультирую. То есть у меня диплом уже более 20 лет. И я всегда была в практике. То есть у меня нет такого, что я только год назад начала это делать. То, что касаемо конкретно автономии, то по автономии я некоторых ребят вывожу. Но выводить начала не так давно, только примерно, наверное, месяцев 7 назад. Потому что когда в себе почувствовала это, что я это могу уже сделать, что у меня есть чем поделиться. Артур, привет. Привет. Рад тебя видеть. Очень тоже взаимно. У тебя какой-то вопрос есть? Да. Я хотел про депривацию уточнить. У меня тут пятый день пошел. И проваливаюсь в такие состояния крутые. Меня слышно, да? Да-да-да, слышно. Вот. Я, короче, недавно был на Кындык. Наверное, знаете, да? Вот там есть такое природное месторождение в Абхазии. И вот там горячие и холодные источники. В общем, в основном горячие. И холодные бочки. И еще там водопад такой с холодной воды 5 градусов примерно. Вот. Я, в общем, в первый раз в жизни решился на вот эти такие серьезные холодные процедуры. До этого я просто, ну, пару раз под душем был так и пугался сразу просто от этого, ну, как бы, такого состояния. И, в общем, я вот на среднем понял, что не стоит бояться холодной воды, потому что, ну, это все как бы выработка вот этого гормона, да? По-моему, сиротония, когда вот ты холод ощущаешь, он как боль ощущается в итоге. Вот. И как бы просто стоит понизить его уровень путем воздействия, ну, постоянного. То есть ты раз за разом просто постепенно приучаешь тело к тому, что оно должно ощущать холод. Вот, в итоге, ну, как нормально, да, как нормальное ощущение такое, как чувство такого некого состояния, ну, состояние там кожи, не знаю. Вот. И в итоге, как бы, я попробовал там горячее-холодное, горячее-холодное, горячее-холодное. В итоге в горячем бассейне просто сделал выдох, такой выдох легкими, опустился на дно, посидел там минуту, может, минуту примерно. Потом вышел еще раз, сделал такое. И на второй раз я просто коснулся руками дна, поднял там два камушка в таких кругах, и с закрытыми глазами я просто увидел, как будто вот дно, да, вот, ну, просто какие там камни лежат, свои руки увидел. Я резко испугался, ну, не то что испугался, просто удивился сразу, выбросил эти камни сразу, и у меня это, сразу пропало это видение почему-то. Потом у меня было еще такое другое состояние, как будто я вот сажусь в медитацию, и щелчок раз, я как будто вот вошел в сон, но я при этом осознаюсь. Полностью, да, вот себя осознаю. Ну, не знаю, в общем, какие-то такие пошли состояния. Я, например, хожу и, ну, иду по улице, и, ну, начинаю вилять, как пьяный, просто у меня руки покалывают, вот, ну, как, не знаю, при каком-то объединении. Я не знаю, что происходит, как бы, это все нормально вообще? Или это у меня отклонение? Нет, это все нормально, просто я уже говорила, что некоторые вещи я в открытых эфирах не рассказываю, потому что не все к этому готовы, но это действительно так, потому что там скажут, ну, немножечко сумасшедшее. Но скажу в двух словах, да, действительно, когда ты убираешь сон, и достаточно длительно, то есть длительно для каждого идет свой критерий, да, для кого-то длительно двое суток, для кого-то двадцать двое суток, вот. И ты начинаешь видеть, ты начинаешь видеть мне глазами, ты начинаешь слышать мне ушами. Это есть действительно, и ты можешь общаться с человеком, который с тобой достаточно близко на одной волне в какой-то определенный период твоей жизни, ты с ним можешь точно так же начать разговаривать мне словами. И это есть, это действительно, это уже проверено не только мной, а достаточно многими людьми, даже, насколько я знаю, есть такая школа для, ну, вроде туда только ребят набирают, взрослых нет, но я врать не буду. Вот, где учат как раз смотреть мне глазами. А то, что касаемо покалывания, то там же запускается, у тебя запускается весь кровоток, весь лимфоток, он запускается, начинает быстрее как бы протекать, и у тебя кровь, она становится именно, как сказать-то, она не густая, она не жидкая, она становится именно такая, которая может на данном этапе твоего, твоего образа жизни, который сейчас, чтобы твое сердечко, чтобы клапан открывался так, как ему будет комфортно. То есть она не очень жидкая, чтобы он там не перерабатывал свою жизненную силу, да, что там не мололо сердце, тахикардия не было на каком-то периоде. Оно, кровь не загустевает, чтобы тоже вот этот клапан нормально работал. Он становится таким, как твое сердце предназначено. То есть вот у каждого у нас вот эти вот клапана, они работают по-своему, в своем режиме. И причем чем на каждом периоде очищения, он становится работать по-другому. То есть у нас вообще все внутренние органы, они начинают работать как бы на лайте. И вы это начинаете чувствовать. И когда вот говорят, вот этот вот наш внутренний реактор запустился, если вы пойдете чуть дальше, вы потом поймете, что такое внутренний реактор, внутренний реактор ли это и что там вообще запускается. Но это все-таки не для открытого эфира, чтобы там совсем нас не начали банить. Да, Артур, это клево, клевое состояние, молодец. Благодарю большое, спасибо. Спасибо. Так, ребят, уже час прошел. Так, на вопросы отвечу, если есть, и будем, наверное, совершать. Может быть, можете подсказать, если не могу никак даже один день не есть. Но от еды мне плохо, что-то нарушено. Не могу понять, как вытащить из себя программу, которая мешает взять себя в руки и сделать. Вы для себя задайте вопрос, зачем вам вообще выходить на сухой день? Чтобы что? Не всем нужно это состояние, не всем нужно выходить на сухие дни. И если мы не хотим избавиться от какого-то своего заболевания, значит, оно нам нужно. Значит, мы получаем бонусов на сегодняшний день от этого заболевания больше, чем могли бы получить без этого заболевания. И как бы сейчас не были бы те высказания, что ой, да нет, я вот только минусы вижу в своих заболеваниях, или я только минусы вижу в том, что я постоянно ем, или еще что-то. Ребят, вы неправильно немножечко, значит, смотрите, не заглядывайте внутрь. И, ну, все, что я могу сказать, возможно, вам поможет. Подключайтесь в телеграм-канал, в бесплатный абсолютно чат, и там ребят очень много, они поделятся своим опытом, вам, возможно, с нами будет проще идти. Это действительно так, потому что у нас там, у ребят, такие уже результаты крутые, очень крутецкие. Но там мы делимся только своим опытом, никаких сторонних роликов, ничего не скидываем. И когда вы идете в одной группе с единомышленниками, это здорово, это клево. И когда вы пишете, можете написать ночью, что там у меня какой-нибудь там, не знаю, там какой-нибудь сложный психологический момент, поверьте, вам все равно кто-нибудь ответит, потому что у всех разный часовой пояс, постоянно 24 на 7 идет переписка, и друг друга настолько ребята поддерживают, что это круто. Он абсолютно бесплатный, и под каждым роликом есть на него ссылка, можете присоединяться. Благодарю за ответ. Благодарю. Ребят, если нет вопросов, то я буду отключаться, мне нужно детей укладывать. И спасибо вам огромное за вопросы, спасибо огромное, что задаете вопросы, спасибо Автополстару, что приглашает, спасибо вам всем. Присоединяйтесь в Телеграм-канал, присоединяйтесь в Ютуб-канал, присоединяйтесь в Инстаграм, кому как удобнее присоединяйтесь. Всех вас жду, с огромным удовольствием отвечаю на все ваши вопросы. Спасибо большое.